Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках проекта «Новое передвижничество» на сцене ДК «Современник» выступил квартет «Пет Соло Студио». После классической музыки это как пряник для нас. Обо всем этом и многом другом в ближайшие 30 минут. Сегодня вас ждут другие новости и гость студии. Будьте с нами. Поехали. Итак, в Северске в рамках форума «Диалог» встретились главы закрытых городов. Они обсудили перспективы развития территории и проблемы выживания моногородов в новых постоянно меняющихся условиях атомных городообразующих предприятий. Подробности дискуссии у моих коллег из Томской телекомпании «Восьмой день». В Томской области в закрытом Северске главы и мэры ЗАТО говорят о том, что раньше обсуждали лишь за закрытыми дверьми. Самые острые и реальные проблемы в публичной дискуссии и докладах говорят о том, что волнует без исключения всех собравшихся. Формирование бюджета, социалка и главные пути развития и тех городов, где работают атомные электростанции, и тех, где с советских времен есть атомные производства. Каждое выступление, которое происходит, мои коллеги говорят о том, что волнует всех нас. С небольшими вариациями мы должны в принципе в одном ключе формировать самые актуальные проблемы, формировать подходы и решения к ним, формировать проект решения проблем и потом масштабировать по всем нашим городам. Пути решения ряда проблем во многих закрытых городах уже найдены. Ну а что-то просто невозможно решить без поддержки федерального центра. Не секрет, что в советские годы и даже в 90-е атомная отрасль фактически содержала на своем балансе большинство социально значимых объектов. Сегодня госкорпорации сосредотачивают свои силы и ресурсы на основных производствах. И так происходит во всех закрытых городах России. Так что муниципалитетам приходится решать вопросы от приема на свой баланс детских садов, спортивных объектов и порой даже ТЭЦ, до создания рабочих мест для сокращенных работников атомных производств. Согласовать действия, которые при подключении госкорпорации Росатом соответствующих дивизионов с выходом на правительство могли бы изменить ситуацию и изменить ее кардинально, изменить тенденции, о которых я говорил чуть выше, то есть изменить тенденции, связанные с падением бюджетной обеспеченности в закрытых городах. Несмотря на происходящие изменения, госкорпорация Росатом понимает свою социальную ответственность и готова инвестировать в бюджеты городов, средства и на социальное развитие, и на создание новых предприятий и, соответственно, рабочих мест. Именно в этом году корпорация со всеми регионами подписала соглашение о развитии, которое предусматривает дополнительные инвестиции и поддержку. Мы продолжаем развивать наши предприятия, что, естественно, является нашей прямой функцией, да, и там все в порядке, там есть свои, но не другого рода эти проблемы. Но отрыв между тем, как обстоят дела на комбинате и тем, как живут люди в городе, об этом говорили мы сегодня, да, когда воспитательница детского сада в разы получает меньше, чем ее одноклассница, да, которая работает на комбинате, это не здорово. Мы понимаем, что от этого растет социальная напряженность, что от этого некомфортно себя ощущают люди, которые работают на непростом производстве. И вот эта задача нас заботит, беспокоит, и мы ей как бы в значительной степени увлечены. И она, прежде всего, является той причиной, в силу которой мы активно занимаемся именно этой темой сегодня. Существовать моногородам в современных реалиях все же становится сложнее. Их территориальная замкнутость тормозит развитие не связанных с атомной энергетикой отраслей и направлений, которые могли бы пополнять местный бюджет налогами. Главы закрытых городов говорят и о своем большом научном потенциале, настаивая, что атомграды могут занять место наукоградов. Именно в ЗАТО сосредоточены уникальные ядерные производства, на которые работают высококлассные подготовленные специалисты, уже сегодня готовые выполнять новые задачи, поставленные госкорпорацией. Сегодня главы закрытых городов в Северске говорили, даже скорее спорили о многом, ведь в каждом из их городов своя уникальная как финансовая, так и социальная ситуация. Но сошлись на главном. А главное это быть вместе, ведь только вместе им удастся лоббировать интересы своих городов, как в федеральном центре, так и в Росатоме. Марк Подберезин, Дмитрий Скоробогатов. Специально для телерадиокомпании «Заречный» из Томска. В то время, когда в Северске проходил форум глав закрытых городов, совсем рядом в Томске, в жилом девятиэтажном доме номер 33 на Сибирской улице, произошел взрыв газового баллона. Разрушены перекрытия между восьмым и девятым этажами, обрушились балконы. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара, в жилом доме в Томске в больнице доставлены 8 человек, сообщили агентству «Интерфакс Сибирь» в пресс-службе городской администрации. По уточненным данным, 11 человек пострадали, 8 из них госпитализированы. Среди них один ребенок с черепно-мозговой травмой и один мужчина с 90% ожогов тела, сказал сотрудник пресс-службы. В «Заречном» минувшие выходные тоже прошли небезоблачно. Сразу два серьезных дорожно-транспортных происшествия, не считая мелких столкновений. В ДТП на улице Светлой больше всего не повезло световой опоре. Ее попросту не стало. Упал фонарный столб на виновницу аварии, автомашину «Сузуки Гранд Витара». Иномарка двигалась по второстепенной дороге. Водитель не уступил полосу «девятки», ехавшей по главной. Пытаясь избежать столкновения, водитель «Лады» свернул и врезался в световую опору. Никто из людей, находившихся в машинах, не пострадал. Автомобили серьезно повреждены. Теперь на этом участке дороги станет темнее, что, конечно, причинит неудобства всем участникам движения. В горе электросети оценивают стоимость работ по восстановлению световой опоры. По предварительным прикидкам, ущерб составил около 27 тысяч рублей. А вот ущерб от другой аварии просчитать вряд ли возможно. Здоровье человека деньгами не оценишь. В темное время суток, проливной дождь и невнимательность водителя все вместе чуть не привело к трагедии. ДТП произошло накануне вечером около магазина «Зимняя вишня». Водитель автомобиля «Газель», видимо, буквально понимая надпись на кузове «Молодежь. Будущее Пензенской области», не пропустил на пешеходном переходе женщину более старшего возраста и задел ее боковым зеркалом заднего вида. По предварительным данным, потерпевшая получила множественные ушибы. И в продолжение автомобильной темы. С сегодняшнего дня в России официально отменен талон техосмотра. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Синий талончик в ламинате исключается из числа документов, являющихся подтверждением прохождения технического осмотра транспортным средством. Он заменяется диагностической картой. Но и ее возить с собой в машине не нужно, чтобы это не превратилось в очередную бумажку, отсутствие которой будет влечь санкции для автомобилистов, цитирует премьера Интерфакс. Она необходима лишь при оформлении полиса ОСАГО, а наличие последнего должно быть свидетельством того, что техосмотр пройден, отметил глава правительства. И к другим темам. Воспитатель 18-го детского сада Заречного Елены Чугунова признан одним из лучших педагогов страны. Диплом и хрустальную жемчужину главный приз конкурса Елене вручили в Москве. На заключительном этапе третьего всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2012» Елена боролась с коллегами из 64 регионов страны и стала лауреатом. О знатоке мира детства репортаж Елены Степкиной. Зареченский воспитатель в числе лучших в стране. Елена Чугунова стала дипломантом всероссийского конкурса «Воспитатель года». Она завоевала первое место на городском и областном этапах и достойно выступила на заключительном. А иначе и быть не могло. Работать с детьми Елена Владимировна мечтала еще в школе. Хотела стать учителем начальных классов, получила специальное образование, но случай привел ее в детский сад. Здесь она работает уже 8 лет и ни разу не пожалела, что судьба распорядилась именно так. Тебя ждут. Очень важно, когда тебя встречают и радуются, что ты пришла. Это самое важное. Я даже не знаю, я не представляю себя в роли другой какой-то профессии. Мне кажется, я училась не зря, я работаю, то есть я себя чувствую в этом, как бы, что я на своем месте. В группе Елены Чугуновой 20 подопечных. У них разные увлечения и способности, но талантливый педагог находит подход к каждому ребенку. Мальчишки и девчонки делятся с ней своими секретами и всегда обращаются за советом. Знают, что Елена Владимировна обязательно поможет. Она очень добрая и хорошая, потому что она у нас заботится. Мы лепим, рисуем и там делаем подделки. Мы лепили с пластилина, царевную лягушку еще там, и там этих малышей таких с детства с нашими. Каждое занятие Елены Чугуновой по-своему интересно. И не только потому, что дети хотят познать все. Просто их воспитатель сама наслаждается каждым моментом, проведенным со своими теперь уже повзрослевшими малышами. С малышами интересно. Ты как мама. Ты участвуешь в роли мамы. Они приходят и говорят, они мамы даже называли. А с детьми старшего возраста здесь уже более серьезные вопросы. Какие-то мы решаем глобальные, можно даже сказать. Вы знаете, свой возраст хорош по-своему, вот каждый. Она может найти общий язык с каждым ребенком. За это Елену Владимировну ценят родители. А коллеги уважают за целеустремленность, грамотность и ответственность. Елена Чугунова очень быстро осваивает все новое. Одна из первых знакомится с последними методиками, успешно применяет их в работе и с удовольствием делится своими знаниями. Очень отзывчивый, добродушный, порядочный. Только вот такие письма можно подобрать. Детям и родителям очень повезло. Успехом воспитателя гордятся и коллеги, и родители ее подопечных. А сама Елена говорит, что конкурс – это лишь очередное испытание. Главный же экзамен она сдает каждый день, когда входит в группу и берет на себя ответственность за жизнь и здоровье малышей. Елена Степкина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». И к новостям культуры. Вновь в «Заречном» стартовал фестиваль «Новое передвижничество». Открыл его столичный квартет Пьецола-студио под руководством всемирно известного музыканта Фридриха Липса. Не путать с Лепсом – это другая музыка. Горячее аргентинское танго привело в восторг зареченскую публику, убедилась Алина Филиппова. Астор Пьецола, известный аргентинский музыкант и композитор, совершил настоящую революцию в начале прошлого столетия, сделав танец танго настоящим музыкальным произведением. И теперь его можно не только танцевать, но и слушать. В этом убедились зареченцы, пришедшие в субботу на концерт московского квартета Пьецола-студио в рамках фестиваля «Новое передвижничество». Знаменитые музыканты и знаменитая музыка. Танго в инструментальном исполнении. Почему выбор пал именно на этот коллектив? Мы стараемся при формировании программы в рамках «Нового передвижничества» представлять разные направления, разные жанры, разные стили, для того, чтобы познакомить наших жителей с многообразием музыкального мира. В этот раз на суд зареченских слушателей представили аргентинскую классику. И она пришлась по вкусу, свободных мест в зале современника не было. В рядах почитателей танго оказались люди преклонного возраста и совсем юные зареченцы. Но удивляться здесь нечему, ведь музыка не имеет возраста. Она универсальное связующее звено между поколениями. С самых первых нот всемирно известного Либертанга Астора Пьецола музыканты захватили внимание зала. Страсть, боль, одиночество, слезы, разлуки. Целый кальдоскоп чувств промелькнул перед слушателями за время концерта. Наградой музыкантам стали бурные овации. Трудно поверить, что участники квартета собираются таким коллективом лишь несколько раз в год. Пьецола студио – это своего рода хобби классических музыкантов. На работе со знойными ритмами танго они сталкиваются редко. После смерти Астора Пьецола в 92-м году пришла в голову мысль продолжать его дело. И был создан коллектив Пьецола студио, который в следующем году мы уже будем праздновать 20-летие. Своеобразный юбилей будет. И мы играем после классической музыки, это как пряник для нас. Следующими в рамках фестиваля «Новое передвижничество» зареченцев ждут два не менее интересных концерта. Мастера джазовой музыки Семена Мельштейна и солистов театра оперного пения Галины Вишневской. Алина Филипова, Игорь Вельдаков, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». И от новостей культуры к новостям спорта. Баскетболисты Зареченского союза в очередном домашнем матче проиграли команде Новосибирска. 8 матчей, 2 победы и теперь уже 6 поражений. Команда Заречного на 13-й строке турнирной таблицы. Все подробности последней встречи в следующем материале выпуска. Команда Новосибирск, соперник Зареченского союза в очередном домашнем матче Чемпионата России, одна из сильнейших в Суперлиге. В ее составе опытные именитые игроки. Один только Павел Подкользин с его ростом 2,26, чего стоит. Кстати, его-то тренеры и сделали главным оружием против Союза. Команде Заречного выстроили тактику игры именно под этого баскетболиста. Первую половину встречи Союз отыграл практически на равных с соперником. Новосибирск всего на 1 очко впереди к большому перерыву. В третьем периоде гости увеличили разрыв на 5, а в финальной 10-минутке просто-таки добили хозяев, набрав еще на 17 очков больше. Союз проиграл с результатом 81-104. Наставники Новосибирска предусмотрели все. Я как настраивал, в принципе, у меня все это было ясно, что и Чеденовский будет забивать, и Пушкин забьет, и Карпов там свои забьет, и Жмака забьет свои. Единственное, что мы немного недооценили Слету. Вячеслав Слета стал самым результативным игроком Союза в этом матче. На его счету 21 очко. Тренер поставил задачу, что если я играю против Подкользина, то мне бросать трех очков в любом случае. То есть, если он от меня отходит, то я должен бросить пол. Если подходит ближе, то я должен был обыгрывать. По 18 очков принесли Союзу Сергей Чуденовских и Александр Пушкин. Свой первый матч в составе команды провел защитник Григорий Андреев. Кстати, отыграл очень даже неплохо. Теперь ему предстоит изучить все тактические тонкости Союза, а команде пора уже сыграться и порадовать, наконец, болельщиков победами. Кубок Пензенской области по классическому пауэрлифтингу разыграли в Заречном. Почти 60 участников со всего региона мерились богатырской силушкой. Причем среди тяжелоатлетов были не только мужчины с рельефной мускулатурой, но и представительницы слабого пола. Хотя это определение здесь немного неуместно. Самые сильные люди Пензенской области в репортаже Ксении Тризны. Взять вес любой ценой, стать лучшим и получить право показать себя на чемпионате России по пауэрлифтингу. Для этого в Заречный приехали спортсмены со всего региона. Эти соревнования разительно отличаются от того, что привыкли видеть зрители. От атлетов не требуют специальной экипировки. Здесь главный результат. Человек показывает свою истинную физическую силу. Экипировка за счет эффекта сжатия прибавляет некоторые килограммы спортсмены на штамме. То есть он может поднять больше, чем без экипировки. Классический пауэрлифтинг честен и объективен. Спортсменам приходится полагаться только на себя. Воспитанник Зареченского отделения Зюсшор Союз Владимир Данькин в этом спорте всего лишь год. Но уже достиг заметных результатов. Весной ему был присвоен второй юношеский разряд. Никаких секретов успеха у спортсмена нет. Все дело в длительных упорных тренировках и образе жизни. Вес как бы прорабатывается. Жмешь, жмешь больше. Конечно, питание нужно пройти, чтобы жать дольше. Пауэрлифтинг – спорт не только для мужчин. Девушки тоже выступают весьма уверенно. Анна Голованова из пензенского клуба «Богатырь» выжимает 75 килограммов в приседе. Кстати, именно команда этого клуба и стала сильнейшей на соревнованиях. Второе место у «Спартака», а на третьем закрепился дом детского и юношеского творчества. Эти команды также из пензы. Ксения Тризна, Сергей Прутский, телерадиокомпания «Заречный». И еще о новостях спортивной жизни города. Более ста спортсменов участвовали в областном фестивале людей с ограниченными возможностями здоровья. В программе – турниры по шашкам и шахматам, дартсу, настольному теннису и футзалу. Команда «Заречного» участвовала в трех видах из пяти. Во всех на счету наших спортсменов призовые места. Евгений Яшкин – победитель шашечного турнира. Иван Данилкин завоевал серебряную награду в соревнованиях по шахматам. Андрей Спирин – бронзовый призер турнира по настольному теннису. 32 команды. Всего более 400 участников боролись за награды эстафеты по плаванию на призы губернатора Пензенской области. «Зареченцы» выступали в группе сильнейших. Участвовали в трех дисциплинах. Результат – серебро в каждой из эстафет и второе – командное место в общем зачете. Спортивную тему продолжит Сергей Пруцкий с результатами последнего матча чемпионата «Заречного» по хоккею с шайбой. На ледовой арене СКК «Союз» сборная производственного веденения «Старт» и команда «Метеор». Начало первого периода проходит в жесткой схватке, но преимущество заводчан очевидно. Примерно к середине тайма счет на табло уже 2-1 в пользу «Старта». А за минуту до конца первого игрового отрезка заводская сборная увеличивает разрыв еще на одну шайбу. Во втором периоде хоккеисты «Старта» продолжают прессинговать соперника и на седьмой минуте делают 4-1. «Метеор» всеми силами пытается уменьшить разрыв в счете, но «Старт» неумолимо приближает уже предсказуемый финал. На последней минуте второго тайма заводчане забивают пятую шайбу ворота соперника. В третьем периоде «Метеору» все же удается забить гол «Престижа», но это уже не имеет никакого значения для исхода матча. Встреча завершается со счетом 5-2 в пользу команды производственного объединения «Стар». Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». Но это еще не все. Самое интересное вы, надеюсь, заметили. Как обещали, сегодня мы выходим в прямой эфир из новой студии. И сегодня мы вам покажем наше новое телевизионное закулисье. То, чего зритель обычно не видит. Сегодня гость нашей студии Оксана Макеева, генеральный директор телерадиокомпании «Заречный». Добрый вечер, Оксана Евгеньевна. И именно с ней мы поговорим о том, что ждет наше телевидение, каким оно будет в ближайшем будущем. Сразу после рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сенсационное снижение цен в строящихся домах малоэтажной застройки. Помещение в цокольном этаже на 132-м квартале всего 18 тысяч рублей за квадратный метр. Спешите! Справки по телефону 61-40-14. Очень часто в жизни случается, что в Юсте мечты сбываются. Мир мечты в Юсте ты. Региональный центр сети «Консультант Плюс» в Пензии Пензенской области поздравляет всех специалистов сферы права с профессиональным праздником «Днем юриста». При работе с нормами права пусть для вас всегда действует право на счастье и закон доброты. И пусть в вашей жизни будет больше плюсов. «Консультант Плюс» – надежная правовая поддержка. Сил нет, давление так и скачет, как бы инсульт не стук. Поражаясь, Галина в прошлом году не оледеневался. Откуда у нее столько энергии? 60 лет было, сын подарил фотонный кристалл, который очищает кровь. Энергии стало, хоть отбавляй. И кровь, как у молодой. Фотонный кристалл. Ваше здоровье и долголетие. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия «Росатом» и оперативные репортажи. Каждую неделю в программе «Страна Росатом». Ну что ж, очередной шаг к новому телевидению «Заречного» сделан. Того, что вы видите на экранах, сегодня с утра еще не было. Монтировать декорации, отлаживать аппаратуру, протягивать кабели закончили за несколько минут до эфира. И о том, как это было и что вас ждет в новом сезоне «За ТВ», мы поговорим с генеральным директором телерадиокомпании «Заречный» Оксаной Макеевой. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Оксана Евгеньевна, сегодня мы выходим вновь в прямом эфире, спустя много-много, большой-большой промежуток времени. Оксану Евгеньевну, вот скажите, пожалуйста, а с чем это, собственно говоря, было связано, такое решение? Вы знаете, я уже говорила, что работать вне в прямом эфире не модно, потому что это современно, это актуально. Мы обращаемся непосредственно к зрителю, который сегодня находится у экранов, и понимает, что это происходит здесь и сейчас. Это драйв, это живо, это актуально, это современно. Поэтому мы с вами будем работать в прямом эфире. Сегодня начинаем и будем работать так всегда. Оксана Евгеньевна, вот скажите, пожалуйста, а что вообще происходит, давайте вот от частного к общему, наверное, а потом опять вернемся сюда, в наш маленький закрытый город, в наши телерадиокомпании. Вот скажите, пожалуйста, что по-вашему происходит сейчас с телевизием на современном этапе? Потому что, ну, много очень разговоров по поводу каких-то там мультиплексов непонятных никому, по поводу какого-то там цифрового телевизия, о котором тоже, ну, как-то ходят слухи, но что такое никто конкретно не понимает. Вот скажите, пожалуйста, есть ли будущее у таких вот небольших телекомпаний, как наши, у маленьких вот городских телекомпаний? Станислав, безусловно, у таких телекомпаний, как наши, есть не только будущее, но и далекое будущее, и настоящее тоже есть. И позвольте просто подчеркнуть, что мы работаем в прямом эфире, и давайте скажем телезрителям телефон, по которому они могут дозвониться и задать свои вопросы. Ну, вот сейчас задать вопросы, я думаю, что в данный момент вряд ли получится, потому что долгий процесс соединения, я думаю, что для этого нужно чуть-чуть побольше времени, а наши рамки, к сожалению, очень ограничены. Но обращаться по телефону можно будет, затем в прямом эфире по телефончику 60 12 61. Пока, вот сейчас из-за ограниченности эфира мы не сможем предоставить вам такой возможности. И это, Станислав, продолжение к вашему вопросу. Вот потому что зрители могут вот так по телефону дозвониться прямо сейчас человеку, который находится на экране, задать ему вопрос, а завтра получить ответ, для этого и нужны такие телекомпании, как наши. Потому что они должны быть полезными людям, и люди должны с этой телекомпанией жить каждый день. Оксана Евгеньевна, теперь вот, раз уж мы вновь перешли от общего к частному, вот скажите, пожалуйста, очень много ходит разговоров по поводу зареченского телевидения. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, прямо и открыто, есть ли какие-то табу на нашем телевидении? Нет, никаких табу на нашем телевидении нет. У нас один главный принцип – показывать то, что людям интересно. Потому что мы сегодня начинаем новый этап обратной связи. Мы просим вас, уважаемые телезрители, звоните нам всегда. Есть телефон, по которому наши корреспонденты и вы, Станислав, принимаете темы для наших репортажей, чтобы потом людям об этом рассказывать. Поэтому табу может быть одно – насилие, неприличные темы, те, которые просто наносят вред нашему обществу. Мы за развитие, мы за процветание, мы за ренессанс, мы, наконец, за то, чтобы город Заречный был известен не только в России, но и во всем мире. Наш город того стоит. Оксана Евгеньевна, скажите, пожалуйста, принципиально, что изменится на нашем телевидении для телезрителей? То, что изменилось, я думаю, телезрители видят уже сейчас. Мы с вами в прямом эфире, гость в прямом эфире каждый день. Также мы с вами работаем так, чтобы наше межпрограммное пространство было выстроено. Мы хотим видеть единый информационный блок в вечернем эфире, в котором будут не только новости и гости. Там и будет опрос наших граждан, мнение экспертов, какие-то другие интересные программы, которые обязательно появятся в дальнейшем. Нас телезрители, наверное, оценили, что появилось у нас новое оформление. Это касается и утренних программ, и вечерних. Утро у нас тоже изменилось, и те, кто смотрит нас постоянно, наверное, могут сказать, что утро, которое мы видим сегодня, даже не то, что было месяц назад. Это совершенно иное, современное, очень полезное утро. И вообще рекомендую нашим зрителям начинать утро с нашей зарядки. Она у нас просто великолепная. И те, кто хоть раз увидели эту зарядку, обязательно захотят повторить эти движения. Ну и что ждет уже телезрителей на этой неделе, кроме прямого эфира и гостей? Программа ВВП представляет информационно-аналитическая программа. В эфир она будет выходить каждую субботу и подводить итоги недели информационные. Мы будем выделять главные сюжеты, будем проводить опрос наших граждан, давать какие-то графические элементы. В этой программе тоже будет очень интересно. Ну информационно-аналитической программы у нас явно не хватало на телевизии. Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня говорим о телевидении, но у нас ведь телерадиокомпании. То есть это телевидение и радио, две нераздельные вещи. Скажите, пожалуйста, по телевидению примерно что-то мы видим, да, какие-то изменения происходят. По радио, вот что вы можете сказать об изменении? По радио у нас начались тоже очень серьезные изменения, причем уже с 1 ноября. И наши постоянные радиослушатели, несомненно, это заметили. Во-первых, новости у нас на радио каждый час. Наши радиожурналисты ежечасно работают для наших радиослушателей. И коротко, а главное.